Давайте отправимся на следующую планету. Как обычно. На самое время отправиться в путь пассажир. Благодаря трём бермопроходцам, активность фрагмента бы достигла самого низкого уровня. Показания, касающиеся состояния звёздного пути, вернулись к норме. Экспресс скоро отправляется, мы покидаем Ерила Шейд. Прошу всех занять свои места и попрощаться с этой планетой. Ло Фу Сяньчжоу. Вау. Яньцы. Да, генерал. Посмотри-ка, присмотрись к этому человеку. Ты меня помнишь? Помню. Из пяти людей. Дай-ка. Трое должны заплатить. Цинь-зинь-юань, ты не один из них. Из пяти людей. Дай-ка. Трое должны заплатить. Ты не один из них. Секунду, я уже иду. Не читать. Я тебе говорил, дрыгни без задних ног. Мы на экспрессе можем не спать сутками напролет, но уж если задремлешь, то отоспишься за все время. С тебе бы давно пора было этому научиться. В любое время нам не стоит торчать в коридоре. Проводник сказал прийти на собрание по навигации. Место тоже и лучше бы нам не опаздывать. Пойдем скорее, кстати. А любишь кататься? Ну, люби и саночки возить нечто на этой неделе. Ты моешь чашки. Что? Доброе утро, нечто. Ты пунктуальная. Доброе утро, Кимка. Ох, даже и не припомню, когда в последний раз мне так вежливо отвечали. Освоение Елилу-6 закончено, а Звездный Экспресс отправляется к следующей планете. А какой следующий? Этого я не скажу. Мы следуем официальное объявление. Мы сделаем официальное объявление на собрание, пока потерпи. Так, собрание вот-вот начнется. Дорогие пассажир, собрание по навигации прыжка начинается. Во-первых, Фом-Фом хочет поздравить вас безымянно и с успешным решением проблемы на этой остановке. Экспресс может отправляться дальше по Звездному Пути. Ну и мы и правда справились, да, нечто? Настало время проводнику, то есть мне озвучит следующую остановку. Давненько не виделись, друзья, со Звездного Экспресса. Я Кавка. Ну, удачно, я время выбрала весь, все здесь, ну почти все. Нет нужды ей представляться. Охотники из-за стелларонами. Химика, верно. Прошу прощения, что помешало вашему собранию, но выслушав мою просьбу, вы простите мне мою дерзость. Хочу попросить вас изменить пункт назначения. Я видел у тебя, охотница за стелларонами. Правда, на плакате с разыскиваемыми преступниками в корпорации. За тебя живую или мертвую назначена немалая награда. Ты хоть знаешь сколько? Это меня не волнует. Хотя награда корпорации это комплимент, а не оскорбление. Чем больше цифра, тем приятнее. Вы разыскиваемые преступники, очень оптимистичны. Выходит, что Герта вас похвалила. Один псих Элио, утверждающий, что может предвидеть в судьбу его команда душевно больных, ищут самую опасную вещь во вселенной. А Герта редко делает комплименты. Ищут самую опасную вещь во вселенной, значит? Ну что ж, выходит, мы и с вами слеплены из одного теста. Ты не туда пришла, Кавка. Запрос мы твой не примем. И за один стол с тобой не сядем. Приятно было поболтать. Возможно, в следующий раз ты удостоишь нас личным визитом, а мы продолжим нашу славную беседу. Что-нибудь слышали о Лофу? Лофу Сяньчжоу. Один из флота шестерых альянса Сяньчжоу. Мы слышали? Но наверняка вы не слышали, что сейчас он совсем рядом с вами, всего в паре прыжков. Я уже не говорил о том, что 45 часов назад на Лофу взорвался Стелларон. Непредвиденная катастрофа, как думаете? Охотники за Стелларонами, что же у вас на уме? Альянс Сяньчжоу не будет с вами сюсюкаться, как мы под прицелом охоты. Вы сами уже больше не охотники, а добыча. Альянс будет преследовать вас хоть до самого края вселенной. Хватит говорить загадками, Кавка, скажи прямо. Да все просто. Этот Стелларон не имеет к нам ни малейшего отношения. Но Сяньчжоу убежден, что мы несем за это ответственность. Облачные рыцари схватили моего товарища Блейда. Вау. Я хочу вернуть его. Разрешите... Разрешите бедствие Стелларона и обелить наши имена. Это не ваших рук дела, да? Вот уже не поверю, что ты случайно появилась после взрыва Стелларона. Мы тебе не друзья. Почему нас должна волновать репутация охотников за Стелларонами? А что там за это будет? Эй, зачем мы вообще ее выслушиваем? Альянс такой крутой, неужели он не разберется с одним Стеллароном? Мы экипаж Звездного Экспресса, они профессиональные запечатывающие щеки Стелларонов. Конечно, вы можете остаться в стороне, ведь Стелларон еще не загрязнил эту часть космоса. Вы можете совершить гиперпрыжок и оказаться в другом мире, но рано или поздно Звездный Путь здесь будет заблокирован еще больше. Знаете, что ждет вас в будущем? Если вы не отправитесь на лоб, Стелларон поразит весь корабль и большая часть пассажиров погибнет. Отважные и бесстрашные, первопроходцы, добродетельные и безумянные, неужели это оставит вас равнодушными? Твой друг Блэйдс, ему тоже не спастись, верно? Без комментариев. Вот координаты решать вам. У нас разные цели, но наши пути сходятся, до встречи. Март, позови Даньхена. Но я не Март. Почему я зову Даньхена? Оу, а ты что-то делаешь? Так, я уже все ему рассказала. Давай договоримся, что мы не все проголосуем против. Я не собираюсь выслушивать указания этой тетки. Ну, как сказать, вообще-то, по-моему, она говорит дело. Даньхена, у тебя все в порядке? Март тебе все рассказала, да? Все хорошо. Да, она рассказала. Что ж, в таком случае давайте проведем голосование, чтобы решить, как нам действовать дальше. Наша охотница за стелларонами утверждает, что на лову Санчжоу взорвался стелларон, и мы находимся поблизости. Если мы отправимся на лову, возможно, нам удастся спасти множество невинных жизней. Однако, так же, возможно, это наша охотница за стелларонами Салгала и использует нас в своих собственных целях. И я не верь, не верю, что она говорит нам правду, но мы не можем просто оставить эту информацию без внимания. Поэтому мы проведем голосование и решим, следует ли нам отправиться на корабль Санчжоу. Все, кто за, поднимите руку. Опущенные руки будут считаться голосом против. Три, два, один. Поднять. Четыре против одного. Кажется, большинство голосов за Санчжоу. Ты же сказал, что надо голосовать против. Пожалуйста, успокойтесь и не бейте меня сразу. А если она сказала правду и на корабле обосторожает множество невинных людей, нам нужно подумать о других. Так нечестно. Санчжоу в путь. Поезд вот-вот совершит гиперпрыжок. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Ух ты. Это что, корабль Санчжоу? Да он же большой, чем... Больше, чем Гири лучит. Шесть. Для Санчжоу корабли, как планеты. Земная среда, это колыбель, которая позволяет цивилизациям выживать и развиваться. Некоторые из этих цивилизаций покидают очень дома и строят космические корабли, на которых отправляются в неизвестность. Альянс Санчжоу одна из таких цивилизаций. Я видел этот корабль лишь несколько раз, но он такой же великолепный, каким я его помню. Ты в порядке? Что это за приступ ностальгии в одиночество? Единочество. Это Звездный Экспресс, повторяю, это Звездный Экспресс. Мы прибыли на территорию Санчжоу, запрашивая разрешение на посадку у наземного контроля. То есть у мостика. Добро пожаловать в Порт Лофу. Приют Звездных... Кого? Пожалуйста, дождитесь стыковки. Пожалуйста, дождитесь стыковки. И так далее. Че, заело что ли? Ах, теперь ты знаешь, что я чувствую, когда ты меня передразниваешь. Можно на корабль посмотреть, пожалуйста? Что-то не так. Сигнал повторяется, но нас никто не собирается направлять в Порт. Может быть, охотница за Силаронами не соврала, на корабле Санчжоу что-то случилось? Корабль прибывает в пуст... Опустевший космопорт. Да так начинается большинство финалов ужасов. Фильмов. Не выдумывай. Пожалуйста, дождитесь стыковки. Кажется, это автоматический сигнал. Да, и до сих пор повторяется. Вот. Нефритовые врата открываются. Лофу Санчжоу приветствует гостей издалека. Пожалуйста, приступайте к стыковке в соответствии с инструкцией. А это еще автотвитчик. Сигнал прервался. Видимо, мы больше ничего не добьемся. Нам нужно идти, химика. Ты тут не теряй бдительность. Не переживай, со мной Даньхен. Вперед, первопроходцы. Ах, проверьте, что вы ничего не забыли. Так, отправляйтесь вместе с Вельтом. Прежде чем мы отправимся в путь, я хочу четко обозначить цель нашего путешествия. Охотница за стеларонами дала нам многого поводов для размышлений и много поводов для сомнений. Но самая важная часть этой экспедиции — это стеларон. Именно. Несомненно, у охотников за стеларонами есть скрытые мотивы. Однако, принимая во внимание их репутацию и акценты в словах Гавки в том, что на корабле Санчжоу находится стеларон, у меня сомнений нет. Альянс и Экспрессор, они не взаимодействовали, поэтому нам могут встретить не самый теплый образ. Но как первопроходцы мы занимаемся этим не ради славы или выгоды, нам просто нужно сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Санчжоу и устранить источник бедства. Помните, идя по пути освоения, мы исследуем, понимаем, основываемся и связываемся. Да. Идем. Здесь столько контейнеров, что конца им не видно. Здесь не принимают гостей и вгружают контейнеры, кто же нас сюда подправил. Такой огромный пот, а вокруг не души, и у меня аж мурашки по телу. Ну, в смысле, похоже. Но кто-то же долго открыл нам ворота. Прикать и болтать в фильмах ужасов, а если кто-то вдруг появляется, обязательно плохой. Господин Янг, куда нам идти? Мы должны начать с человека, который открыл нефритовые врата. Если он настроен недружелюбно, это облегчит нам задачу. Если он просто выполняет свою работу, мы спросим, что-то произошло. Господин Янг такой решительный. Это же господин Янг, отличный бой, это расплюнуть, ведь он столько всего пережил. Идем. И по сторонам не забывайте смотреть. Вау. Неожиданное приглашение завершено, ребят. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Впереди много всего интересного. Подписывайтесь на все каналы, ссылочки которых вы найдете в описании к этому видео. Увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok